Можно ли научиться жертвовать не от избытка? Можно и нужно, потому что для Господа Бога не имеет значения, сколько ты пожертвовал, а имеет значение то, что у тебя в сердце, насколько ты готов делиться тем, что у тебя есть. Ведь деньги – это не просто бумажки или счет банковский. Это твой труд, это твои бессонные дни, это годы, проведенные на студенческой скамье в школе, которые ты можешь как-то материализовать. То есть это твои возможности, твои таланты. Ты мог бы заниматься чем-нибудь другим, ты просто отдыхать и ничего не делать. То есть деньги – это в каком-то смысле продолжение тебя. И то, что ты отдаешь от себя через деньги, собственно, и говорит о тебе очень много. А бывает так, что денег совершенно нет. И Бог не скажет, нет, ну уж извини, если ты храм не построила или не построила, то близко ко мне ты не будешь в вечности. Мы знаем пример с бедной вдовой, которая отдала медную копейку, две лепты. И Господь похвалил ее, говоря, что она отдала больше всех. Важен вот этот момент. Но для нас с вами, находящихся часто в очень непростых жизненных обстоятельствах, действительно важно давать нуждающимся хоть что-нибудь для того, чтобы выработать хотя бы вот эту дисциплину совершения дел милосердия. Пусть это будет несколько рублей, может даже для кого-то и копеек. Пусть это будет сумма незначительная для тех, кто может жертвовать колоссальные средства или просто достаточно внушительные суммы. Но Бог смотрит на твое сердце. И со временем, если ты разбогатеешь и будет средств больше, если у тебя останется вот этот навык деления своих избытков уже с теми, кто по-настоящему в этом нуждается, твоя помощь будет не только важна для Господа Бога, но и иметь какую-то уже по-настоящему социальную направленность, когда ты сможешь решать большие проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok